Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 25 мая завершается еще одна торговая неделя и давайте посмотрим, что у нас происходит на текущий момент и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар вчера мы не увидели обновление локальных минимумов, доходили до отметки 1.1690, локальный минимум находится в области 1.1674, этот минимум был зафиксирован 23 мая. Сейчас мы видим небольшую остановку в рамках нисходящей тенденции, которая все еще сохраняется и ближайшие цели по снижению это область 1.1615. Ну а разворотный уровень на текущий момент отмечаем на максимуме, который был зафиксирован вчера по цене 1.1749. По паре британский фунт-американский доллар также тенденция нисходящая сохраняется. Ближайшие цели по снижению это уход ниже минимальные значения, которые были зафиксированы 23 мая и далее движение по направлению на 1.3227. Ближайший разворотный уровень отмечаем на максимуме, который был зафиксирован также вчера по цене 1.3421. По паре американский доллар и канадский доллар в рамках часового таймфрейма сохраняется восходящая тенденция, но мы вновь подошли к области сопротивления, которые не могли уже преодолеть в течение четырех попыток, это отметка 1.2919. И для продолжения роста по данной паре нам необходимо увидеть обновление данных максимумов и уход выше данного уровня, чтобы мы увидели продолжение роста с целью до 1.3036. На текущий момент ближайший разворотный уровень в рамках часового таймфрейма отмечаем на минимуме, который был зафиксирован на 23 и 24 мая, это цена 1.2829. По паре американский доллар и японская иена, общее направление нисходящее также сохраняется. По данному активу мы также видим торговлю вблизи области поддержки, которая была зафиксирована с 4 по 8 мая, это диапазон 108.94 и для продолжения нисходящей тенденции нам необходимо увидеть уход ниже данного уровня и движение по направлению 107.83 уже станет актуальным. Ближайший разворотный уровень по данной формации пока оставляем на максимумах, которые были зафиксированы несколько дней назад. Ближайший из них это 22 мая, максимум по цене 111.20. По паре австралийский доллар и американский доллар, общее направление также сохраняется. Восходящее ближайшие цели роста и уход выше максимума 22 мая и далее движение по направлению на 77. Ну а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы 23 мая, это отметка 75.23. По паре еврофунт сохраняется восходящая тенденция. Цели роста это уход выше максимума этой торговой недели, уход выше уровня 87.96 и далее движение по направлению на 88.48. По данной формации ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы 23 мая по цене 87.36. Золото вчера смогло закрепиться выше отметки 1296 долларов за тройскую унсу. Данную область сопротивления мы отмечали как разворотную и на текущий момент мы видим вновь переход в фазу восходящего движения по данному активу. Цели роста это движение в области 1329-1330, а ближайший разворотный уровень пока оставляем на минимальных значениях 23 мая. Это цена 1287. По нефти марки Brent общее направление восходящего на текущий момент сохраняется, но уже несколько торговых дней мы видим, что нефть не может преодолеть область сопротивления 80-87. Делали несколько заходов, но тем не менее отбивались от этих уровней. В том случае, если нефть сможет закрепиться ниже отметки 78.36, то будем ожидать начала коррекционного нисходящего движения по данному активу. Ну а для продолжения роста необходимо увидеть обновление локальных максимумов и уход выше уровня 81. По индексу DAX продолжается коррекционная нисходящая тенденция. Вчера также смогли уйти ниже области поддержки на отметке 12916 и движемся по направлению 12651. Там находятся ближайшие целевые ориентиры для нисходящего движения по данному активу. Ближайший разворотный уровень отмечаем на максимумах, которые были зафиксированы вчера по цене 13000. Ну и биткоин на текущий момент продолжает свое коррекционное нисходящее движение. Следующие цели по снижению этой области 6432 доллара за один биткоин. На ближайший разворотный уровень отмечаем на максимуме, который был зафиксирован вчера по цене 7700. Если биткоин сможет закрепиться выше данного уровня, то будем ожидать возобновления роста по самой важной, самой основной криптовалюте. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Как всегда напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем желаю хорошего завершения торговой недели, хороших выходных и увидимся уже на неделе следующей. Всем спасибо и до свидания.